Появление в современном обществе криптовалюты внесло значительные изменения в привычные процессы финансового мира. До этого момента деньги были в бумажном виде и в форме пластиковых карт. Однако сейчас мир осведомлен о кардинально новой валюте без физической оболочки. О криптовалютах сегодня слышно на каждом шагу, однако не все до конца понимают, что они означают и как ими пользоваться. Криптовалюта Первая и в настоящее время самая дорогая криптовалюта была выпущена в свет в 2009 году и называется она Биткоин. Придумал ее аноним или группа людей, скрывающихся под именем Сатоши Накамото. Именно с ней чаще всего и ассоциируется само понятие криптовалюты. Иными словами, это цифровая или электронная валюта, которая производится в интернете и хранится здесь же на виртуальных кошельках. Физический аналог ее просто отсутствует. Передать физически из рук в руки криптовалюту невозможно. На первый взгляд криптовалюта схожа с традиционными электронными платежными системами. Однако различия на самом деле между ними колоссальные. При создании криптовалюты не существует централизованного органа, который занимается эмиссией, то есть выпускает титульные знаки, обычные деньги, как, например, ФРС в США или Центробанк в России. Если брать платежные системы, такие как WebMoney или Яндекс.Деньги, они также принадлежат определенным организациям и контролируются ими. В ситуации с криптовалютой такого центрального регулятора нет. В их основе лежит система блокчейн, иными словами, распределенная база данных. В зависимости от популярности той или иной криптовалюты, она хранится одновременно на тысячах, а то и миллионах компьютеров по всему миру одновременно. Монеты в системе представлены в виде криптографических хэш-кодов. Каждый такой код абсолютно уникален, при этом его нельзя использовать повторно. Криптовалюта – это реальный программный продукт, рост курса которого зависит только от спроса и предложения. Если она вызовет доверие у пользователей, успех обеспечен. Цифровые валюты имеют ряд важных преимуществ над традиционными деньгами и популярными финансовыми и физическими активами, потому что криптовалюта решает многочисленные проблемы, связанные с централизованной природой бумажных валют и других инструментов. Как правило, наличными деньгами мы обмениваемся через посредников. Это могут быть банки, платежные системы, обменники. Все они устанавливают свои правила обмена, которые в любой момент могут и поменять. В любых непонятных ситуациях ваши счета могут заблокировать. В случае с криптовалютами таких посредников нет. Здесь каждый пользователь переводит деньги непосредственно в кошелек другого пользователя из любого уголка мира. Таким образом, суть криптовалют – устранить при проведении транзакции третью сторону, то есть посредников в лице банков и обменников. При отсутствии посредников исчезает и строго установленная комиссия за транзакции. Переводить деньги можно нередко, если не бесплатно, то за небольшое вознаграждение. Важным преимуществом криптовалюты является то, что никакие государственные или частные структуры не способны проконтролировать операции между кошельками пользователей. Благодаря алгоритмам, которые напоминают интернет-банкинг, вся информация о транзакции открыта. Однако скрыты персональные данные о владельцах монет. В системе отсутствует инфляция, так как количество монет представлено в ограниченном объеме. Кроме того, исключена любая возможность влияния политических сил. Все это делает криптовалюту надежнее золота. Чаще всего новые криптовалюты выпускают под конкретные задачи. Если биткоин был разработан исключительно под транзакции, и его часто называют виртуальным золотом, то, например, эфириум предусмотрен не только под переводы денег. В нем уже заложены смарт-контракты. IOTA выпущена для интернета вещей. Кстати, роль аналога серебра в мире криптовалют отведена лайткоин. Если есть преимущества, значит есть и недостатки. В случае с электронной наличностью важно внимательно относиться к сохранности кошелька, а также пароля к нему. Если доступ будет утерян, с деньгами можно попрощаться навсегда. Восстановить его вряд ли удастся. Также стоит учитывать и необратимость транзакций. Если вы по ошибке перевели деньги на неверный кошелек, вернуть их удастся только с добровольного согласия его владельца. Каждый пользователь персонально несет ответственность за свои сбережения. Здесь нет регулирующих механизмов. Среди минусов стоит также упомянуть неоднозначное отношение разных государств к существованию криптовалют. Одни рассматривают их в качестве платежного средства, например, Япония. Другие или ограничивают их оборот, или полностью запрещают всякую с ними работу. Признание не происходит за один день. Для этого потребуется длительное время. Но уже сейчас наблюдается постоянный приток людей на криптовалютный рынок. Учитывая такую популярность виртуальных денег, все больше магазинов в мире начинает принимать их в качестве оплаты. Также криптовалюты все чаще используют как инвестиционный инструмент. В развитых и развивающихся странах происходит постепенная легализация валют. Даже наиболее консервативные страны, такие как Россия, работают над тем, чтобы вывести этот рынок из тени. Представители Центробанка высказали мнение, что криптовалюта должна получить статус цифрового товара. Правительство Китая запретило проведение операции с цифровыми деньгами финансовым учреждением, но разрешило вести эту деятельность частным лицам. В большинстве государств с развитой экономикой криптовалюта в целом признана, а нормативно-правовая база для ее внедрения в реальный сектор экономики официально разработана и принята. К таким странам относятся США, Великобритания, Южная Корея, Канада, Израиль, Дания, Франция, Кипр, Австралия, Новая Зеландия, Германия, Гонконг, Италия, Япония, Норвегия, Чехия, Швеция и многие другие. В Сингапуре летом 2017 года были выпущены в обращение специальные платежные карты для хранения криптовалюты и удобного способа расчета цифровыми деньгами. Государственный бразильский банк социального развития готовится выпустить собственный криптотокен, который будет находиться в обращении параллельно национальной фиатной валюте. Предполагается, что токен будет обеспечен бразильским реалом в соотношении один к одному. Активное развитие технологии и проникновение блокчейна в разные сферы жизни позволяет провести параллель между криптовалютой и сотовыми телефонами, которые выходили на рынок исключительно в качестве средства связи, но со временем приобрели гораздо больше функций. Это еще раз подтверждает непреложный факт. Цифровая валюта стала мощнейшим прорывом, который оставил всех законодателей позади. Точно так же, как у Европы есть евро, у США – доллар, у Китая – юани, у РФ – рубли, теперь и у интернета есть своя собственная валюта. Группа компаний SkyWay совершила прорыв в транспортной отрасли и получила возможность перейти к новой фазе развития, которая требует иного подхода к финансированию, столь же инновационного, сколь и сама технология. С целью создания глобальной системы производства зеленой энергии и экологически чистого транспортно-инфраструктурного комплекса Transnet группой компаний принято решение о выпуске токенов. Токен SkyWay представляет собой универсальную единицу информационного и финансового учета и обмена внутри транспортных комплексов SkyWay, а также основное средство их эффективной интеграции с другими инфраструктурными системами и обслуживающими их компаниями. Токены SkyWay – это современный инвестиционный инструмент, основанный на технологии блокчейн. Проект с помощью продажи токенов может обеспечить свое финансирование, а люди, которые выступят инвесторами через покупку токенов, смогут пополнить свой инвестиционный портфель еще одним перспективным активом. Токены SkyWay со временем будут торговаться на свободном рынке, и их стоимость будет расти вместе с успехами компании. Применение блокчейн-технологий, при помощи которых будет осуществляться циркуляция токенов, позволит открытым и безопасным способом связать воедино транспортные решения, связь, энергетику, документы оборот, взаиморасчеты за предоставление и потребление услуг и использование инфраструктуры. Таким образом, все транзакции от оплаты проезда в SkyWay до получения дивидендов от реализации проектов с применением технологии струнного транспорта планируется осуществлять через блокчейн-технологии и токены SkyWay. В дальнейшем держатели токенов SkyWay получат возможность инвестиционного участия в адресных проектах с определенным дисконтом при входе, что будет гарантировать увеличение размера дивидендов относительно объема инвестиций по сравнению с другими участниками. Свободный оборот токенов в процессе реализации адресных проектов и функционирования создаваемых в рамках этих проектов транспортных систем обеспечивает их капитализацию и рост рыночной стоимости. Необходимо заметить, что 28 февраля представители инвестиционного фонда SkyWay Invest Group объявили старт программы Криптоюнита. Об этом сообщается на сайте фонда. Эта инициатива не имеет прямого отношения к выпуску токенов SkyWay, а касается только деятельности фонда SkyWay Invest Group. Токены SkyWay и недавно озвученная руководством фонда SkyWay Invest Group программа Криптоюнита – два несвязанных друг с другом проекта. В настоящее время работы по запуску блокчейн-платформы SkyWay, ее интеграции с личным кабинетом инвестора на сайте rsv-defis-systems.com и выводу токенов группы компаний в свободный оборот находятся на финальной стадии. Озвученные изначально сроки были пересмотрены в связи с масштабностью программы и необходимостью получения согласований и оформления нормативных документов на территории ряда стран, включая США, в юрисдикции которых будут проводиться СТО – Security Token Offerings – по первым адресным проектам. Релиз платформы состоится в ближайшие несколько месяцев. Проект SkyWay внедряет новые финансовые инструменты, базирующиеся на технологии SkyWay. Криптовалюта – это свободный выбор свободных людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова